В результате атак РФ пострадала до 40% энергетической инфраструктуры Украины. Ущерб достигает миллиардов долларов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Reiter. Уже 242-й день Украины противостоит российским оккупантам. С вами Нехта. Все самое важное и интересное к этому часу. СБУ задержала главу крупнейшего предприятия Мотор Сич по подозрению в госизмене. По данным следствия, предприятие поставляло детали к российским штурмовым вертолетам. Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры. Окупанты оставили еще два села на Херсонщине. В области предприниматели уже требуют рассчитываться гривнами и не берут рубли. Наши силы, силы обороны отримуют все необходимое для завистия державы и щоденно, я подкреслю, щоденно просуваются вперед. Нашелся еще один тиктокер. Курский губернатор показал эпичное видео тренировок на полигоне. Тем временем, как мобилизованные снова жалуются на трухлявое обмундирование времен прошлого века. Дорогие мои любимые подписчики, да-да, именно вы. Я все вижу, вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Или напишите комментарий, если вы оцените нашу работу и любите наш контент. Нам очень важна ваша поддержка. Скоро нас будет миллион. А теперь врываемся в новости. СБУ задержала героя Украины по подозрению в госизмене. 83-летний Вячеслав Богуслаев, президент крупной компании «Мотор Сич» и один из богатейших людей Украины, задержан в Запорожье и под конвоем отправлен в Киев. Его предприятие занимается ремонтом, производством и разработкой авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. По данным следствия, «Мотор Сич» сотрудничала с Ростехом и поставляла двигатели для штурмовых вертолетов расистам. Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны. Однако после получения военной продукции посредники переправляли ее в Россию. Также враг использовал своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей. Тем временем украинские войска за сутки сбили два российских вертолета Ка-52 «Аллигатор», сообщают воздушные силы ВСУ. Именно для вертолетов этого типа, к слову, и поставлял двигатели «Мотор Сич». Около 12.00 был сбит вертолет в Береславском районе Херсонской области, а около 16.00, еще один, был также сбит на южном направлении. Рашисты хвастались уникальностью этих вертушек о том, что они летают на предельно малых высотах со скоростью более 100 км в час. И, как видим, довольно неплохо падают. АВСУ протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та три БПЛА «Орлан». Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять інших важливих об'єктів ворога, включаючи одну радиолокаційну станцію. Ночью Николаїв обстріляли рашисты ракетами С-300. Одна із них попала в пятиэтажку і полностью разрушила квартиру на пятому этаже. Подробности атаки на город сообщил мэр Александр Сенкевич. Також поврежден соседний десятиэтажний жилой дом, в котором выбило окна і двери. Пострадали теплотрасса, детська площадка і нескільки автомобілів. К счастью, обошлось без жертв. Один мужчина получил легке осколочное ранення. Дронами камикадзе атаковали Запорожье. Один із них попал в общественне здання. 14 шахедів збили ночі в Николаївській області. Тежелі разрушення ми показати вам не можем. Заходите на наш телеграм-канал «Нехта Лайв». Одна із ракет попала в пятиэтажний жилой дом, полностью разрушив квартиру на пятому этаже. Також повреждення получил соседний десятиэтажний жилой дом. Обломками і взрывной волною в нём вынесло окна, двери, і зуродували балконы. Повреждены також теплотрасса, детська площадка і нескільки припаркованных автомобілів. Предварительно три человека получили ранення. Також из-за вражеских обстрелов разрушено складське здання, в результате чого один человек госпитализирован. Окупанты продолжают оставлять позиции в Херсонской области. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Рашисты бегут з запада Херсонской области и готовятся к маневренной обороне. По данным украинского генштаба, они покинули села Чаривное и Чкалово. А із города Береслав евакуировались офицеры і медики. Херсон покинула больша частиць оставшихся там жителей. В сводке отмечается, что российские войска готовятся к здерживающим действиям. Сообщается, что сегодня в городе пропал интернет. Отметил наступление украинских войск и президент Зеленский подчеркнул, ракетный террор наступление не остановит. Цей террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то загальмовать активные действия наших войсков. Или создать какие-то складные действия нашей обороны. Украинцы объединены. И точно знают, что в России нет шансов выиграть в этой войне. Наши силы, силы обороны получают все необходимое для защиту государства. И я подкрызлю, что сегодня просугается вперед. В Херсоне тем временем уже отказываются принимать рубли и просят рассчитываться гривной, пишут местные паблики на заправках. В частности, цены на остеллах пишут в украинской валюте. Также по информации от местных, сейчас за 150 гривен в обменниках просят тысячи рублей. Хотя на других временно оккупированных территориях курс близок один к одному. В Перми два человека погибли при пожаре на пороховом заводе. Там накануне вечером произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, сообщают местные здания. Под завалами могут оставаться еще четыре человека. Завод работал в три смены. Из-за войны там увеличили штат. На предприятии изготавливают заряды к системам залпового огня «Град», смерчей и комплексом ПВО. Это не первый случай гибели работников этого завода. В мае этого года на предприятии из-за пожара один человек погиб, и двое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них позже умер. За последние семь лет это пятое происшествие, о котором стало публично известно. Пополнение в роте ТикТок войск. Курский губернатор прошел военную подготовку. Роман Старовойт сообщил, что две тысячи жителей Курской области тоже прошли курсы военной подготовки, и, включая его самого и сотрудников администрации. В своем телеграмме Старовойт вложил демонстративно-показательное видео с драматичной музыкой, в котором он разбирает оружие и стреляет по кустам. Следом за бункерным выступления с автоматами побежали делать и в регионах. Мобилизованным в Пензенской области выдают обмундирование советского производства. Чего ж добру пропадать, раз досталось такое наследство? В сети появилось видео, на котором мужчины рассказывают об экипировке, которую им передали от областного губернатора Олега Мельниченко. Авторы видео жалуются на качество обмундирования, которое было изготовлено в прошлом веке. Около 20 мобилизованных россиян удерживают в подвалах так называемой ЛНР. Мужчины отказываются идти на передовую без подготовки. Они записали видео для телеграм-канала Астра об условиях пребывания в подвале. Их якобы бросило командование и теперь угрожают им 10 годами строгого режима за отказ идти под пули. Вот такая жизнь в комендатуре. Да, все течет, все капает. Си Цзиньпина переизбрали на новый срок во главе Коммунистической партии Китая по итогам 20-го съезда партии. Си Цзиньпин находится у власти с 2012 года. Он продавил поправки в Конституцию, которые позволяют избираться пожизненно. Кроме того, обновился состав постоянного комитета Политбюро партии. Теперь он состоит исключительно из ближайших соратников Цзиньпина и его самого. Одним из первых его поздравил президент России Путин. Он отправил Цзиньпину телеграмму. Следом за ним поспешил с поздравлениями еще один диктатор Лукашенко. Примечательно, что всем им, кто не держится за власть синими пальцами в районе 70 лет. Как думаете, совпадение? Напишите в комментариях. На этом у меня вся информация. Напоминаю, самое актуальное и интересное в наших телеграм-каналах нехто. Поддержать нашу работу и развитие ютуб-ресурсов можно по ссылкам в описании. Призываю вас к активным дискуссиям в комментариях или поставьте лайк этому видео. Это способствует продвижению и еще больше людей узнают правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч. Хороших вам новостей. Слова Украине. Живи Беларусь. Субтитры создавал DimaTorzok